Друзья, всем привет! Давно на канале не было обзора тканей. Я очень люблю заказывать ткани, особенно в интернет-магазинах, потому что, во-первых, не нужно никуда идти. Во-вторых, как правило, интернет-магазины делают классные качественные фото. Ну а еще, если, к примеру, это телеграм-канал, в них, как правило, публикуют подробные видео с тканями. И это сразу дает возможность увидеть ткань практически вживую, увидеть, как она движется, какая она пластичная, мягкая и так далее. Недавно открыла для себя новый формат интернет-магазина, а именно телеграм-канал, и, оказывается, там очень удобно заказывать. Во-первых, там есть фото, видео ткани, полная характеристика состава. Ну и, во-вторых, вы сразу же можете написать менеджеру, который тут же вас проконсультирует. И это мой первый заказ в телеграм-магазине, в телеграм-канале. Магазин называется «Ткани на скидках». Их фишка в том, что там собраны именно итальянские, зачастую это брендовые, стоковые ткани с очень классным составом и при этом с очень низкими ценами. Ссылку на интернет-магазин «Ткани на скидках» я оставлю внизу, в описании к видео, поэтому переходите. Я просмотрела все ткани, которые были представлены на канале, а потом просто написала менеджеру. Мы согласовали размер моего заказа, выбрали удобный для меня способ доставки, и посылка приехала ко мне буквально за пару дней. В этом заказе много тканей на весну. Итак, первая необычная ткань, а вернее это искусственная кожа с имитацией вышивки. Когда смотришь на внешнюю, лицевую сторону ткани, действительно кажется, что это настоящая вышивка. Но такая ткань была бы не очень практичной, поэтому такой вариант, на мой взгляд, идеальный. Из этой ткани можно сшить, например, куртку в стиле бомбера, можно сшить классического кроя плащ, пальтового кроя, а можно сшить даже тренч. Это будет новая вариация тренчей. Если вам не нравится или же, например, наскучили классические бежевые тренчи. Материал очень плотный, при этом немножко растягивается, поэтому вам будет комфортно, он не пропускает ветер, а значит будет тепло. Изнутри трикотажное, на мой взгляд, полотно, потому что оно сохраняет свою эластичность поперек кромки, то есть по утку. И поверхность очень приятная, бархатистая. Можно сшить плащ, куртку даже без подкладки, потому что изнанка красивая, эстетичная и при этом приятная на ощупь. Еще одна необычная ткань, которую раньше я еще не встречала, думаю, вы тоже. Это шерстяная пальтовая ткань, которая с одной стороны имеет буклированную поверхность, то есть пальтовая с небольшими завитками, а с обратной стороны, она может быть и лицевой, поверхность с подотталкивающим покрытием, нечто вроде курточной или плащевки. И здесь можно, конечно же, поиграться с обеими сторонами, вы можете их комбинировать в одном изделии, то есть с лицевой стороны пальто может быть как вот эта шерстяная сторона, так и курточная сторона, назовем ее так. Они прекрасно сочетаются, поэтому их можно комбинировать. Также можно сшить, к примеру, утепленную куртку, плащ, раскроив при этом с лицевой стороны вот эту вот отталкивающую поверхность в сторону, а изнутри вас будет греть натуральная шерсть. Здесь необычный сложный рисунок в клетку и с вплетением различных нитей. Еще одна классная ткань для верхней одежды для сезона весна, осень, в целом даже на зимний период подойдет. Это подкладочная, простеганная хлопковая ткань в стиле Бёрбери. Поскольку сама ткань это 100% хлопок, она очень приятная на ощупь, и в изделии сшитом с такой подкладкой вам будет 100% комфортно. Ну а в качестве утеплителя здесь используется тонкий слой синтепона, полиэстер, плюс еще есть тонкий-тонкий слой ветрозащиты. Поэтому даже если основная ткань, из которой вы будете шить, например, плащ, пальто, будет пропускать ветер, то вот этот маленький тонкий полупрозрачный слой, нечто вроде спонбонда, будет уберегать вас от ветра. На ощупь ткань очень приятная, мягкая, она не кажется плотной, воздушной, объемной. Она действительно в меру тонкая, поэтому не бойтесь использовать такую подкладку. Она не создаст излишнего объема для верхней одежды, и вы можете шить какое-то минималистичное пальто или даже утепленный тренч, почему бы и нет, и использовать такую подкладку. Она простегана именно машинной строчкой, таким красивым узором, нечто вроде ромбиков, поэтому сцепление между слоями максимально качественное, долговечное, и вы можете не бояться, что слои отойдут друг от друга, и утеплитель будет просто жить своей жизнью внутри изделия. Здесь все хорошо зафиксировано, поэтому изделие, сшитое с такой подкладкой, будет служить вам долго. Вы знаете, какая я большая любительница твидовых жакетов в стиле Шанель, и не могла не заказать очередной отрез твида. Это тонкий пластичный твид, при этом он практически не просвечивает, полностью состоящий из хлопка, плюс есть небольшое деликатное вплетение люрексовых нитей, которые придают легкого шарма полотно. Из этого твида я буду сшить, конечно же, жакет. Хочу сшить такой облегченный, мягкий, пластичный жакет на каждый день. И, конечно, здесь многое зависит от того, какой декоративный элемент, украшение жакета вы выберете. Пуговицы тоже играют немаловажную роль, поэтому здесь стоит поэкспериментировать. В этом полотне сочетание черных, бежевых, коричневых и черных люрексовых нитей, поэтому жакет будет универсальным, его можно будет сочетать абсолютно с любой одеждой, которая есть в моем гардеробе. И вы, наверное, знаете, что твид, он, как правило, очень рыхлый, волокна могут легко отходить друг от друга, и для того, чтобы твид не терял своей формы, мы его дублируем. Так вот, этот отрез можно в целом даже и не дублировать. Например, сшить рубашку, твидовую рубашку в стиле Шанель, из такого мягкого твида, и не утяжелять его ни дублерином, ни даже подкладкой. Дело в том, что здесь нити располагаются достаточно плотно друг к другу, плюс долевые нити, которые идут вдоль кромки, очень мелкие, и поэтому буквально простегивают все волокна, все нити, и еще лучше их сцепляют между собой. Следующая моя любимая ткань после твидов в стиле Шанель – это натуральный шелк. Я говорила, что в интернет-магазине ткани на скидках часто встречаются именно брендовые стоковые ткани, которые можно даже увидеть на показах. Так вот, это шелк Прада. Он есть в двух цветовых сочетаниях в интернет-магазине ткани на скидках, и он полностью состоит из шелка. При этом ткань не просвечивает, поэтому вы можете, например, шить платье даже без подкладки. Это может быть костюм, рубашка плюс брюки, костюм в пижамном стиле, который до сих пор актуален. Это может быть легкая юбка по косой, ну и в целом любое изделие, которое вам будет по душе. И повторюсь, здесь даже не требуется подкладка. Несмотря на то, что материал очень тонкий, воздушный, он буквально парит в воздухе, если его подбросить, но при этом он не просвечивает. Кстати, из такой ткани можно сшить даже платок или шарф, если вы любите носить такие аксессуары. Достаточно будет просто обработать края среза. Еще один отрез фактурного белого молочного шелка с еле заметным анималистичным принтом. Здесь такой леопардовый, на мой взгляд, принт. И он совершенно не виден издалека, но если вы посмотрите вблизи, эти узоры дают легкое сияние. Выглядит это очень красиво. Эта ткань на 50% состоит из натурального шелка, и из него можно сшить тот же костюмчик-двойку на лето или, например, рубашку, блузку-рубашку, которую можно с комфортом носить в любое время года. Также отлично подойдет такой шелк на платье, но в данном случае я уже посоветовала бы использовать подкладочную ткань, потому что шелк светлый, белый, а он, как правило, просвечивает. В том отрезе шелка, шелки Прада, можно не использовать подкладку, во-первых, потому что принт очень насыщенный, и он редкий, плюс и ткань неоднотонная. Кстати, в неоднотонных принтованных тканях есть большое преимущество в том, что помятости не сильно заметны. Принт это скрывает. А вот на однотонных тканях вспоминания могут сразу же бросаться в глаза. Поэтому, если вы тоже любите натуральные ткани, особенно натуральный шелк, то стоит отдавать предпочтение принтованным материалам. Еще одна необычная ткань – это микровельвет, и из него можно сшить ту же рубашку, но уже на более холодные сезоны, например, зима, весна, осень. А для лета из такой ткани можно сшить костюм. Даже жакет, облегченный жакет с брюками. Эта ткань тянется, она состоит из хлопка, то есть состав натуральный, а значит, вам будет комфортно. И с изнаночной стороны полотно гладкое, а с лицевой стороны бархатистая и напоминает именно вельветовые ткани. То есть есть короткий ворс. Ткань состоит на 95% из хлопка и 5% эластана, которые как раз-таки дают полотну растягиваться. Еще одна рубашечная ткань. Она очень приятная, напоминает шелк. Дело в том, что это 100% вискоза, а вискоза по своим свойствам очень схожа с натуральным шелком. Она такая мягкая, гладкая, шелковистая, пластичная и очень легкая. Эту ткань можно использовать и в качестве рубашки, но я, скорее всего, буду использовать в качестве подкладки для жакетов. Лицевая сторона с легким сиянием и она более светлая по сравнению с изнаночной стороной. Можно использовать обе стороны, они обе прекрасны, в зависимости от того, что вам больше нравится. Ткань очень мягкая, немножко сминается. Эти сминания не сильно заметны, потому что здесь переплетение в елочку и такое переплетение немного скрывает помятости. И заключительный отрез костюмной, тонкой костюмной ткани, которая также практически на 100% состоит из хлопка, а вернее здесь 80%. Остальное это полиэстер и эластан. Хорошее сочетание, потому что чистый хлопковый материал, он все-таки сминается, а вот полиэстеровые волокна, особенно эластановые волокна, позволяет материалу возвращать свою форму, помятости не так заметны. Кажется, что это просто серая ткань, но она выглядит немного сложнее, есть небольшое сияние, легкий перелив, но в то же время ткань остается серой. Необычный внешний вид. Из такого материала можно сшить жакет, почему бы и нет. В таком жакете будет комфортно в любое время года, даже летом. Это может быть брючный костюм, это может быть платье, сарафан, брюки, юбка, все что угодно. И если вы любительница рубашек, то можно сшить из такой ткани даже рубашку. Поскольку здесь достаточно высокий процент эластана, то есть это 3%, ткань неплохо тянется, а значит вам будет комфортно. Переходите в телеграм-канал по ссылке в описании к видео. Они каждый день публикуют новинки по очень приятным ценам. И также интернет-магазин ткани на скидках подарил всем моим зрителям дополнительную скидку 10% по промокоту Беспокет. То есть вы сможете получить дополнительную скидку к тканям, которые уже идут со скидкой. По-моему, классное предложение, поэтому обязательно переходите и выбирайте то, что вам будет по душе. Я желаю вам хорошего дня, благодарю вас за просмотр, и мы с вами увидимся совсем скоро в новых выпусках.